Хм, салют друзья, с вами как всегда Андрей Доцент и это Трансформеры, закаленные в бою, мы продолжаем спецмиссии, раздел легко, но чисто для сюжета, часть вторая шатки союз и последняя третья миссия, отведи его домой, боссом у нас здесь будет хот-род, ну что давайте посмотрим, как мы сможем там отвезти домой. Кто еще там за него заступится? Берем естественно старую гвардию из, так сказать, проверенных ребят временем, я чувствую дальше ими буду скорее всего играть, ну да ладно, там видно будет. Так он и сказал. Так он и сказал. Хм, ну ладно. А-а-а, ставки возросли, но я думаю давайте-ка сделаем все это несколько интереснее. О, четыре звезды, нормальный сундучок, вот им я и займусь. Так, если у нас тут гримлок примерно по четыреста, на среднем он у нас значит будет примерно под, под тысячу. О, господи, а что же на сложном будет, под две тысячи. Кошмар. Просто кошмар, ну ладно. Давайте валить его. Давай, ну я сейчас в принципе альфа искры собираю. Мне хотя бы одного прокачать, самого такого, крепкого, бота, самого мощного из нашего отряда. И им можно будет в принципе даже и следующую главу пройти. Как я раньше собственно и делал, одного прокачивал и все. А дальше чисто им, так сказать, шел до конца. 445, давайте налево, вот. Так. Миксмастер. Но тут у нас в дело вступает мираж. Доведу, так сказать, своих трехзвездочных до максимума. А там, я думаю, шансы какие-никакие появятся. Так. Опана. Ударную блокировку решил поставить? Не. Не сегодня. Все. Завалили миксмастера. Эх, вот бы этого мне бы в отряд. Полностью прокаченным. Мотормастера. Он у нас есть. Ну как полностью прокаченный, так же как и вот эти вот пятеро. Но. У него нету бонусов взаимодействия. Надо ему команду подбирать. А вот он бы был бы очень кстати со своими способностями. Хотя, в принципе, по большей части, если враг будет сильнее нас, то... Его способность будет сведена мотормастера, я имею ввиду, на нет. Потому что... Он-то урон все равно получает, хоть и неудержимым становится на некоторое время. Поэтому там будет больше иметь место не... Мощная, так сказать, лобовая атака. А бой с введением, так сказать... Обстрела издалека. По большей части, и скорее всего... Да и не скорее всего, а так оно и будет. Будем стараться уворачиваться от ударов. Потому что любой, даже самый незначительный удар будет для нас казаться... Я не знаю, будто метроплекс ладонью хлопнул. С такой-то разницей в уровне. Поэтому... Да. Хот-род, мой друг. Я рад видеть тебя. Хотелось бы, чтобы эта встреча состоялась при других обстоятельствах. Имеешь ввиду обстоятельства, когда автоботы не обвиняют меня в предательстве? А как насчет десептиконов, взрывающих каждого на своем пути? Или ты говоришь о странного вида ботах, превращающихся в зверей и насекомых? Я понимаю. Эта альтернативная реальность вызывает беспокойство. Позволь нам тебе помочь. Спасибо, но нет, увольте. Я сваливаю отсюда до тех пор, пока не выясню, кому можно доверять. Я не знаю, что ты скрываешь под капотом, старина. Но я определенно уверен, что тебе меня не поймать. Оптимус, погнали! Терпение, шмель. Терпение. Он вымотается, и когда это случится, мы окажем ему помощь, в которой он нуждается. Шмель. Оооо, так, ладно. Давайте сюда. Бонкрашлер против Праула. Я уже так, в принципе, немножечко собрал кристальчики. Скоро куплю себе ход рода стопроцентного. Ой, ход рода, господи, дрифта. И самурайские кристаллы имеются, плюс энергон, а плюс еще события календаря обновились. И рано или поздно мы получим с уверенностью практически в 100%. Трехзвездочного саундвейва. И... Артефакт на усиление опыта. Хотя тут, в принципе, эти артефакты с усилением опыта, они продаются по относительно дешевой цене в магазинчике на 2 часа. А этого, друзья, поверьте, может нормально хватить, чтобы таки... Недруно прокачаться в совокупном действии с остальными артефактами, которые у нас имеются. Я думаю, это будет просто замечательно. Ага. Так. Господи, когда же мы доберемся до места назначения? Ага, давайте сюда, там саундвейв нас ждет. Скоро он будет нашим. Так. Ну ладно. Слушайте, он что-то какой-то прямо здоровый здесь. Конечно, саундвейв крутой, но... Блин, как гримлок. А вот так это вроде нормально кажется. Нет, по-моему, нормально. Ой-ой-ой. Ух ты, а какими он цветами-то стреляет интересными, да? Ах, в команду боево. Да. А еще сильнее хочется в команду получить гримлока и... Мегатрона. Блин, это знаете, что будет? Это вот прямо как в этом, в Трансформеры Прайм, мультсериал есть. Там в конце первого сезона, когда они проникали к этому, к Юникрону, Мегатрон и Оптимус вместе, Там была такая сцена классная, где они бок о бок сражаются против защитных механизмов. Это было бы здорово. И наверняка бы и здесь было бы такое взаимодействие между ними. Какое-нибудь взаимоусиление классное. Так сказать, двух противоположностей, двух соперников. И бывших друзей. Забавно. Итак, Хот Рот, ты готов? Готов к чему? Готов, чтобы мы помогли тебе понять серьезность нашей общей ситуации и опасности, которую мы должны преодолеть вместе. Почему я должен доверять тебе или кому бы то ни было здесь? Я провел целые года сам по себе под прикрытием на этой сумасшедшей земле. Я могу позаботиться о себе сам. Мне больно принимать такое решение, но ты не оставляешь мне выбора. Командир, вы вправе применить любые средства, необходимые для отправки Хот Рота в штаб. Это для его же блага. Они все так говорят. Ну давайте попробуем. Ага. Так, битва против Хот Рота. Ой, ты какой, а? Небольшой? Ну что у него? Временный аномализатор снижает скорость дальних атак противника на 25 и увеличивает скорость дальних атак на 25 своих. Плюс усилитель здоровья. Но аномализатор, как у него там это, время может изменять пушка. В игре это будет выливаться, скорее всего, как раз вот замедление моих полетов, снарядов. И, скорее всего, при дальнейшей прокачке еще будет замедляться рукопашная атака. А что? Вот это, кстати, нормальная тема, я вам скажу. Какая еще бы у него была бы синергия с другими ботами, было бы крайне интересно узнать. Ну ладно. Последний рыцарь. Так. Отлично. Ну ты будешь там что-нибудь делать? Так, ты давай-ка побей меня. Во. Децелерация. Ну-ка, стойте, я хочу глянуть, что это такое. Снижает приток силы противника и не дает ему активировать бафы ухода от атак. Ничего себе. Ну-ка, что ты там у нас делать умеешь? Опа-на. Акселерация. Успешная комбинация со спецатакой разгоняет движки ход рода, временно повышая приток его силы в бою и позволяя уйти от дальних атак противника. Ага. Давай-ка, я хочу глянуть твою атаку в два деления. О. Так. Давай-давай-давай-давай-давай. Еще раз. Ага. Так. Давай. Бляха-ты, муха, активируй. Во, давай, атаку в два деления делай. Я хочу глянуть, что ты умеешь. Но. Блин, хот-род, не тупи. У тебя атака в два деления доступна. Акселерация. О, ну слушайте. Ну, акселерация и децелерация просто одновременно накладывается. Вот и все. Да, ну короче. Народ устал, как говорится. К черту всех с праздником. Опана. Ха-ха. Оптимус все быстро решил. Так. Здорово. Ну и че? Отличная работа, командир. Длительное воздействие темного атмосферного энергона на ход рода привело к неисправностям его схеме. Я доставлю его в штаб. И Рэчет что-нибудь придумает. Замечательно. Неплохо, так я бы сказал, да? Прям помогли, бедолаги. О, о, ничего себе. Че еще? О, кристальчик получили. Кристалл бота, откройте. Дэд. Спасибо, что мне напомнили. Обалдеть просто. Кто бы мог подумать. Здоровски. Ну ладно, друзья. Давайте думать, тогда мы здесь закончим. И продолжим уже проходить эту замечательную игру. Открывать новых ботов. Исследовать новые локации и миссии. Проходить миссии Альянса. Все это будет в следующей серии. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер. А также на другие прохождения по вселенной игры Трансформеров снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам, крепкого здоровья, приятного настроения. Всем пока.